Здравствуйте, это прямой эфир для абитуриентов. Я его ведущий Илья Ковязин, и сегодня мы поговорим о ЕГЭ по истории, Единый государственный экзамен. Обо всех особенностях сегодня нам расскажет Столяров Алексей Михайлович. Это кандидат исторических наук, доцент Института международных отношений к ФУ, ведущий специалист в области подготовки абитуриентов к ЕГЭ по истории, постоянный член жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады по истории и составитель перечневой межрегиональной олимпиады по истории. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо. Уважаемые подписчики, здравствуйте. В первую очередь я начну с того, что в этом году ЕГЭ по истории существенно, на мой взгляд, изменили, изменили. В нем появились в некоторых вопросах серьезные изменения, которые могут повлиять на набранное количество вами баллов. Появились новые задания абсолютно, но некоторые задания убрали. Значит, начну по порядку. Первое задание такое же было, такое и осталось. Во втором задании есть небольшое новшество, оно применялось и в прошлых годах. Во втором задании вам дается три события. Их нужно расположить в хронологической последовательности. Как правило, в тестах дается два события из истории России, а одно событие по всеобщей, зарубежной истории. Но будьте готовы к тому, что на реальном ЕГЭ вам могут дать два события по всемирной истории из трех. И одно событие по истории России. А значит, надо сделать немножечко упор на подготовку событий по всемирной, по всеобщей истории. Здесь не нужно учить Древний мир, Грецию, Рим, Античность, потому что вам нужно сопоставлять события с историей России, а она начинается примерно в IX веке. Значит, вы отметаете всю всемирную историю и берете события только с IX века до XX века включительно. Плюс еще один момент. Обычно в тестах события располагаются по векам. То есть разница между событиями – это один век или даже несколько веков. Это облегченные тесты. Но будьте готовы к тому, что на реальном ЕГЭ разница между событиями может составить полвека, ну, скажем, лет 50 или 80 лет. То есть два события относятся к одному веку, поэтому вы должны четко для себя эту последовательность запомнить. Этому вас учат в школах, этому вас учат в онлайн-школах, репетиторы и так далее. Новшеством стало четвертое задание. В прежних ЕГЭ, в четвертом задании, нужно было сопоставлять события из истории России и события из всеобщей истории. Плюс и по векам. Еще их тоже разносить. Это убрали. Всеобщая история уменьшена, но зато внесли сопоставление событий из истории России, дат, когда они произошли, и географических объектов, где они произошли. Ну, например, дается село Фили. Потом дается пропуск события и дается 1810-е годы. Вы должны выбрать из списка, который вам будет дан на ЕГЭ, события, то, что это военный совет, который принял решение оставить Москву, Наполеону, Бонапарту. И русская армия прошла через Москву дальше на восток. Это село Фили. Поэтому в данном задании могут быть в качестве географических объектов села, естественно, исторические села, где произошли крупные события, были подписаны мирные договоры или произошли сражения. Также деревни. Деревни. Слава богу, разницу не спрашивают между селом и деревней в нашем ЕГЭ пока что. Это на Олимпиадах школьники должны знать. Реки. Реки. Города или страны. Итак, села, деревни, реки, города или страны. Поэтому, пожалуйста, обращаю ваше внимание, подготовьтесь к ЕГЭ, повторите материал по исторической географии. Причем географии не только России, территории России, но и географии Европы. Европы. Центральной, Западной или Балканской Европы. Потому что на реальном ЕГЭ могут дать задания и по географическим объектам Европы. Спросить столицу Польши, Варшава, спросить столицу или, например, деревню Аустерлиц. Аустерлицкое сражение в Австрии в 1805 году произошло. Вот такие моменты. Далее. Небольшое новшество появилось в вашем шестом задании. Оно осталось прежним. Вам дается текст документа, текст источника и список утверждений к нему, из которых вы должны выбрать верные. Но и раньше вам давалось количество ответов. То есть вы точно знали. Две клеточки или три клеточки. Значит, два верных утверждения из шести. Или три. Это убрали с этого года. Поэтому вы не будете точно знать, сколько верных утверждений вы должны выбрать. Это может быть или два, или три, или даже, боюсь, четыре верных утверждения из шести. Будьте к этому готовы. Поэтому надо внимательно историю повторить. Похожее же изменение внесено в одиннадцатое задание. Там дается карта, и к ней выберите верные суждения по исторической карте. Опять же, если раньше давалось количество правильных ответов, два или три, две клеточки, ну, спокойно, значит, четыре утверждения лишние какие-то, то с этого года это убрали, и поэтому вы тоже будете гадать. Здесь два верных утверждения, три или четыре. Естественно, никогда не бывает только одного верного утверждения, ну, и вряд ли будет, знаете, пять верных утверждений из шести. Это слишком жирно для ЕГЭ. Это по первой части. По первой части, где в основном тесты, тесты, тесты. Все остальные задания остались без изменений. Во второй части, во второй части, обращая внимание, дается большой текст, как и раньше. В тринадцатом задании нужно цитировать из текста мысли или идеи автора этого текста. Вас там спрашивают, что по мнению автора, как по мнению автора, что думает автор по поводу, какую причину автор называет и так далее. Значит, необходимо цитировать, постарайтесь, максимум одну строчку. Не надо выписывать весь абзац. Вам не зачтут, вам не поставят балл за этот абзац, потому что вы просто пытаетесь членов экспертов обмануть, надеясь, что в этом абзаце будет содержаться верный ответ. Это не прокатит, извините за сленг. Необходимо выписать только конкретно одну строчку с цитатой автора. Поэтому внимательно читайте текст. Далее. В четырнадцатом задании внесено новшество. Четырнадцатое задание – это иллюстрация. Картина или медаль, или почтовая марка. Обычно вот такие задания даются. В этом году усилена культурная составляющая ЕГЭ. Введен давно новый стандарт, историко-культурный стандарт. Поэтому задания по истории российской культуры обязательно будут. Значит, на иллюстрациях будут либо архитектурные памятники, либо картины русских художников. И к ним уже появляются новые вопросы с этого года. Вас могут попросить назвать точно по памяти автора, архитектора, скульптора или художника. Поэтому на это тоже обратите внимание. Выучите фамилии русских художников и какие картины они писали. Фамилии российских архитекторов. Там были итальянцы, немцы, русские. И какие здания они создали. Фамилии даже, может быть, кинорежиссеров. Потому что вам могут дать киноплакат и спросить, кто снял данный художественный фильм. Напишите фамилию. Карен Шахназаров, Владимир Меньшов, Леонид Гайдай. Понимаете? Это советские кинорежиссеры советской эпохи. Поэтому вот еще раз повторяю, надо это хорошо выучить. Будет жалко, если вы здесь потеряете баллы, ошибившись в фамилии. Репин или Чайковский. Это уже должны все знать. Дальше. В том же задании, 14-е задание и 15-е задания с иллюстрациями, что касается архитектурных памятников, вас могут спросить с этого года стиль, в котором создан архитектурный памятник. Стиль. Поэтому выучите все архитектурные стили, в которых они построены. Начиная с древнерусского. Самый первый – это крестово-купольный стиль. Ну и дальше по хронологии это вы должны спросить у своих учителей, у своих преподавателей, тех, кто вас готовит к ЕГЭ. Не просто стиль могут спросить, а еще попросить обосновать, почему вы считаете, что Петропавловский собор, который вам дан на фотографии, построен именно в стиле Петровская барокко. Поэтому вы должны знать примерно 2-3 характерных основных черты каждого архитектурного стиля. Повезло тем, кто учится в художественных школах или в архитектурных каких-то училищах школьных. Там есть педагоги соответствующие, школьные учителя. Для них это тоже новое задание. В прежние годы это не спрашивалось, поэтому обратите на это внимание. Здесь вы можете баллы потерять, потому что это новшество. Характерные черты барокко, характерные черты ампира, характерные черты авангарда. Буквально 2-3 черты. И нужно обосновывать, указывать, что на данном памятнике изображены колонны. Колонны – характерная черта архитектурного стиля классицизма. Поэтому данное изображение, здание Академии наук в Петербурге, построено в стиле классицизма. Вы спокойно пишете это одним предложением. Далее. Шестнадцатое задание. Оно новое. Оно полностью посвящено Великой Отечественной войне. Вам будут даны два отрывка. Два отрывка о событиях Великой Отечественной войны. Под литерами А и Б. Обычно отрывки даются за один год. По крайней мере, в тестах за один и тот же год. То есть и А, и Б за 1942 год. 1942-й. Будьте готовы к тому, что на реальном ЕГЭ могут дать отрывки за разные годы. За разные годы. И спросить, опять же, эти годы. В каком году произошли события, описанные в отрывке А, в каком году произошли события, описанные в отрывке Б. Затем. Ну, дальше просто вы должны хорошо выучить Великую Отечественную войну. Потому что отдельное задание, за него дается хорошее количество баллов. Выучите Великую Отечественную войну. Это героическая страница в истории нашей Родины. Героев войны. Инженеров-конструкторов. Стрелкового оружия. Самолетов. Это надо знать по именам. По именам. Военачальников, естественно. Военачальников. Ну уж, Георгия Жукова-то все знают. Затем. Семнадцатое задание. Довольно сложное, но оно сохранилось с прошлого года. И с прошлых лет. Вас спрашивают о причинах тех или иных событий. Или о их последствиях. Последствиях. Обращаю внимание, что могут спросить три причины. Не две, а три причины события. Или три последствия события. Вот недавно тоже столкнулся. В качестве примера приведу. 1870 год. Русский канцлер Александр Горчаков посылает дипломатическое сообщение, так называемую ноту Горчакова европейским странам, в которой заявляет, что Россия отказывается выполнять одну из статей парижского мира 1856 года. Статья касается нейтрализации Черного моря, а по сути запрета России иметь военно-морской флот на Черном море. Значит, Горчаков от этого в 1870 году, через 14 лет, отказывается. Суть. Россия заявляет, что она будет строить военный флот на Черном море. Спрашивается, назовите три причины успешности действия Горчакова. Потому что страны европейские, которые ограничивали Россию в этом, это Османская империя, Англия и Франция, никак не отреагировали на данные заявления. Они отреагировали дипломатически, заявили протест, но реальных военных действий против России не приняли. Три причины успешности действия Горчакова. Поскольку три страны были задействованы при подписании Парижского мира, это Османская империя, Англия и Франция, соответственно, вы можете ответить три причины отдельно про Османскую империю, почему она не отреагировала, отдельно про Англию, отдельно про Францию. Все обычно начинают с Франции, что Франция в это время потерпела поражение от Пруссии во Франко-Прусской войне. Ну вот, а дальше можно писать. Второй причиной было то, что Великобритания без французских войск не рискнула действовать против России и посылать свой флот в Черное море. Можно и про Османскую империю написать, что третья причина заключается в том, что Османская империя без поддержки великих европейских держав Великобритании и Франции также не рискнула действовать военным путем против России и прислать свой флот в Крым, где у нас в Севастополе началось строительство нашего флота. Значит, понятно, да? Это сложное задание, оно высокобалльное задание. Я имею в виду, что на него отвечают полностью те, кто стремится набрать очень высокие баллы и поступить в престижные вузы, в том числе и в наш, в КФУ. Готовьтесь к нему особенно, специально, со своими педагогами, репетиторами и так далее. Но я еще скажу. 18-е задание. Новое задание с этого года. Значит, вам будет дан термин, вы должны своими словами написать его определение. Учите это с учителями. Плюс, кроме термина, необходимо будет написать факт, информация в котором не содержится в определении термина. Вот здесь просто вы внимательно должны посмотреть, что вы написали в определении термина и не повторить это в факте, потому что это будет зачтено чисто как техническая ошибка, но вы балл за это не получите, хотя, может быть, с исторической точки зрения напишите верно и термин, и факт, но вы повторитесь, поэтому потеряете балл. Это будет очень обидно. К примеру, ну давайте, Боярская дума. Вы пишите, это высший совещательный орган русской аристократии в московском государстве в 15-м начале 18-го века. Лучше всего в термине, в определении указывать хронологические рамки существования данного термина. Ну и, конечно, его сущность, его суть. Боярская дума. Что это такое? Какое можно привести факт? Фактов множество. Например, высшим чином в Боярской думе был чин конюшего, конюшей. Конюшей отсутствует у вас в определении термина, поэтому данный факт правомерен, и он будет вам зачтен. Или Боярскую думу перестал созывать Петр I. Данное имя отсутствует в определении термина, оно есть в факте, поэтому это правомерный ответ, и данный факт вам будет зачтен, баллы будут поставлены. Понятно. 19-е задание. Тоже новое задание с этого года, вызывает много дискуссий, много вопросов. Отменили написание исторического сочинения, которое давало очень много баллов. Ввели 19-е задание, где вы должны подтвердить аргументами и фактами соответствующими, оценку определенного процесса в истории России и оценку определенного процесса из всеобщей истории, из зарубежной истории. Причем зарубежная история взята в том числе до нашей эры. Ну, в реальном сборнике тестов, например, такое задание. Подтвердите, что реки в Древнем Египте играли большую роль в экономике египтян. И по истории России подтвердите, что реки в Древней Руси играли большую роль в экономике древних славян. Ну, здесь вы должны вспоминать про реку Нил, как Нил разливался, и благодаря этому египтяне выращивали пшеницу, обеспечивая себя урожаем. Что касается Древней Руси, вы пишете о том, что реки играли большую роль в торговле. Можете назвать конкретно торговый путь из варяг в греки, важная часть которого проходила по реке Днепр. По реке Днепр. Это вы аргументировали данное задание. Факты? Факты – это конкретные вещи. Термины вы называете в своей аргументации, даты определенные какие-то, имена правителей или исторических деятелей. Понимаете, да? Поэтому, если берете вы Древний Египет и реку Нил, ну, хотя бы напишите, что в Древнем Царстве, в Древнем Царстве египтяне использовали разливы Нила для выращивания урожая. Хотя бы так. Задание, с одной стороны, очень сложное, потому что оно отсутствовалось в прошлых годах. И задание на размышления, на хорошую литературную речь, а по всеобщей истории его не было. Его не готовили в прошлые годы. И получается так, что нужно учить с древности, с античности даже. Там Древняя Греция, Древний Рим и до XX века включительно всеобщая история. То есть там есть такое задание «Политика Франции в XX веке». Сопоставьте ее с «Политикой России в XX веке». Как здесь быть? Те, кто претендует на высокие баллы и на поступление в престижные вузы, вы должны готовиться к этому заданию. Потому что оно дает финальные баллы. 90 плюс, 95 плюс. Здесь потеря одного балла ведет к потере двух или трех баллов. Двух или трех баллов по стобальной шкале. По вторичной шкале вы все знаете, что это такое, кто готовится к ЕГП истории. Те, кто претендует на небольшое количество баллов. Ну, чего греха таить. Такие школьники всегда есть. Ну, лично бы я, наверное, посоветовал на это задание готовиться только по истории России. Потому что повторять заново, учить заново всю всеобщую историю Древней Египет, Древняя Греция, где нужно народное собрание в Афинах сравнивать с Новгородским Вече в XI веке. Понимаете, это же тяжело. Это трудно. Поэтому, наверное, по всеобщей истории можно материал убрать в сторону. Если вы не ответите аргумент по всеобщей истории, вам не поставят один первичный балл. Ну, вы потеряете два балла вторичных. Максимум. Два балла вторичных. Это небольшая потеря. Какая вам разница, наберете вы 65 или 75 баллов. 65 или 58. 72 или 64. Понимаете, да? Все равно это баллы, недостаточные для прохождения на бюджетные места в престижные вузы. Но те, кто претендуют на высокие места в ведущие вузы стороны, это задание нужно делать полностью. Нужно делать полностью. Это с учителем. Проработайте хотя бы те 30 вариантов, которые изданы под редакцией главного ведущего составителя. Это Игорь Артасов. 30 вариантов, изданные ФИПИ, Федеральным институтом педагогических измерений. Вы все наверняка купили этот толстый сборник тестов. Поэтому проработайте, прорешайте, повторите эти задания. Тем более там есть ответы на эти задания. Вот такие новые изменения внесены в ЕГЭ. Готов выслушать вопросы от зрителей. Алексей Михайлович, возвращаясь к 14 заданию, поступил вопрос от абитуриентов, подскажите, информация о нововведениях и о всем озвученном, она есть в кодификаторе сейчас? Да, в кодификаторе есть официальный сайт fipi.ru. fipi.ru, сейчас уже февраль, должно там все это появиться. Это касается стилей архитектурных, это касается авторов художественных произведений, русская культура, великая и могучая, российская культура, российская культура, повторюсь. Да, это же нужно знать. Кто увлекается ей, вам все карты в руки. Кто не увлекается, придется учить. Иногда вызубрить, вызубрить. Жан-Батист Леблон, парк Петергофа. Ну а что делать? Зубрите. Идем дальше. Такой вопрос, почему ЕГЭ меняется и с чем это может быть связано? На мой взгляд, ЕГЭ в этом году изменили, потому что, ну, скажем образно, он приелся. Школьников натаскивают уже много онлайн-школ, репетиторов на определенные задания. Они устоялись, они устоялись уже много-много лет, одни и те же задания были. Поэтому школьники готовились к ним с 9-го класса, с 10-го класса, и возникли определенные штампы. Определенные штампы, шаблоны, по которым можно было писать ответы. Например, историческое сочинение, где нужны были причины, последствия и так далее. Решили в этом году, я думаю, и в следующем, ну, нет, вряд ли в следующем. Ну, года, может быть, через два или через три будут внесены тоже новые изменения. ЕГЭ должен развиваться, развиваться, эволюционировать. Содержание должно меняться. Поэтому составители ЕГЭ, составители ЕГЭ, применяют какие-то новые подходы с учетом того, что меняется государственный стандарт. Государственный стандарт, образование в школах тоже изменен. Усилена культурная составляющая. Поэтому, например, и в ЕГЭ появились новые задания по русской культуре. Чтобы мозги не застаивались, знаете ли, да, свежие знания, свежие задания всегда развивают мышление. Причем ЕГЭ будет меняться, как мне говорили, в сторону применения полученных знаний в школе. Не просто показать, какие знания у вас есть, а показать, как вы можете их применять. Вот одно же из заданий, да, не просто назовите стиль, классицизм, авангард, а еще объясните одним предложением, почему вы так считаете, опираясь на иллюстрацию, найдя на картинке соответствующие элементы данного стиля. Ориентация идет на применение полученных знаний. Но для этого эти знания должны здесь уже появиться. Интересуется, стал ли ЕГЭ в этом году проще в результате того, что некоторые задания убрали, то есть экзамен сократили, и вот как раз за счет того, что добавились какие-то новые задания и вот эти все изменения, все это вкупе как-то повлияло на то, что экзамен мог стать гораздо проще? Гораздо проще нет, и думаю, в целом проще не стал. Да, убрали историческое сочинение, которое школьники боялись писать, они писали 2 часа из 4 часов, но ведь ЕГЭ сократили на 1 час. У вас будет не 4 часа, выйти в туалет, попробовать там списать, прогуляться, умыть лицо холодной водой, на это времени не будет. 3 часа на написание 19 заданий. Тем более, что сочинение заменено на сложное задание, о котором я говорил, про аргументы по всеобщей истории и по истории России. Это довольно весомое задание, его нужно хорошо с фактами расписать и не ошибиться в фактах. Вы напишите правильный аргумент, но ошибка в факте вам все равно балл уберет, она снизит этот балл. Здесь надо очень тщательно готовиться. Поэтому, на мой взгляд, не думаю, что ЕГЭ стал проще. Он стал компактнее. Компактнее, но все равно содержательнее. Требуются четкие конкретные знания. Раньше не требовалось, назовите архитектора, назовите кинорежиссера. Сейчас будет требоваться. Раньше не требовалось, назовите стиль. Сейчас будет требоваться. Спасибо. Изменения в баллах. Вопрос, сколько баллов можно сейчас набрать за каждую часть максимально? Ой, я, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос. Не помню. Посмотрите, пожалуйста, официальные сайты fipi.ru. Там вся разбаловка в кодификаторе есть. И в кодификаторе, и в спецификации. Это легко и просто. Зайдите в интернет. На память я сейчас вспомнить не могу. С математикой туго историю сдавал. Вот еще только что поступил вопрос от абитуриентов. Как вы считаете, трех часов достаточно для того, чтобы успешно сдать экзамен? Конечно. Кто подготовлен хорошо к ЕГЭ, достаточно и трех, и двух с половиной часов. Уверяю вас. Идем дальше. Такой вопрос. На какие задания стоит сделать максимальный упор среди всех? Смотрите так. Будем дифференцировать. Если вам не нужно набирать 90 баллов и поступать в МГИМО на бюджет, вам требуется 60, 70, 80. Ну чего греха таить, такие школьники есть. Ну мне хотя бы 70 баллов мне достаточно, пишет в инстаграме школьница. Тестовая часть. То есть первая часть. Сделайте упор на это. Чтобы у вас она выглядела идеально. Это задание с первого по одиннадцатое. По одиннадцатое. Если вы претендуете на высокобюджетное место в престижном ВУЗе, то, конечно, это задание с 16 по 19. Шестнадцатое задание о Великой Отечественной войне, где будут спрашиваться конкретные факты, сражения, даты, термины, военачальники. Там, вплоть до партизан, руководители партизанского движения, да, верши гора и кавпак. На семнадцатое задание это три причины события, три последствия события. Либо то, либо то будет спрашиваться. Это восемнадцатое задание, написание определения термина и факта к нему. И девятнадцатое с двумя аргументами по один всеобщей истории. Один по истории России. С 16 по 19 задание. Здесь проверяющие эксперты срезают на моем опыте больше всего баллов. Больше всего баллов. Потому что это идет цейтнот. Школьники решают обычно всегда тестовую первую часть. У них уже мозги начинают кипеть и начинают делать ошибки во последних заданиях. Поэтому еще раз, с 16 по 19 включительно для тех, кому нужно 95 или 100. Успехов! Спасибо, Алексей Михайлович. На этом вопросы у нас заканчиваются. Это был Инсталайв для абитуриентов. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok